Продолжение следует... Но все по очереди. На ютубе существует огромное количество видео в жанре проверка салонов красоты. Рубрика совершенно не новая, однако не теряет своей актуальности. И с каждым годом все больше блогеров развивается в направлении проверок салонов. Твое лицо было в одном гребаном метре от того, где делали педикюр. И мы сидим в закрытом непроветриваемом помещении, маленькая комната, очень жарко. И летают ногти, и пахнет ногтями, и лиси на лицо. И казалось бы, учитывая популярность таких рубрик и огромное количество инцидентов с блогерами, владельцам салонов красоты стоило бы прислушаться к тому, какие ошибки из видео-видео допускают другие салоны. Я приехала на консультацию, а что я... Полный аутист. Почему в огромном количестве салонов персонал, когда только видит камеру, начинает себя так вести? Ну что, ребят, пришли мы в салон красоты Beauty Secret и обнаружили, что здесь был, оказывается, клиент, который также хотел снимать. Снимать процедуру на видео, так же, как я в прошлый раз. Ему была отказана в услуге, была подключена сигнализация. Что скрывают салоны и почему реакция сотрудников зачастую неадекватна? Только научились, блядь, телефонами в рассрочку снимать, блядь, обзоры на какие-то, блядь, бизнесы. И говорить, а-а-а, распаковочка чек. Впрочем, не только сотрудников, но также и владельцев этого бизнеса. А вы не задумывались, почему этого блогера не красит ее собственная мать? У вас еще не нравится. Потому что я как психолог сразу ее считала. Однако, вместо того, чтобы прислушаться к своим потенциальным клиентам, получается как-то так. Привет, хочу поговорить с вами на тему видеообзоров на мою студию от разных блогеров. Айсберг салонов красоты. Погружаемся. Справедливости рады стоит отметить, что мнение о аудитории, которая смотрит такие видео, абсолютно противоположное. Да, это кот. Кто-то считает, что такая рубрика очень полезна, она важна и нужна, потому что позволяет зрителям убедиться в том, что не только с ними, периодически в салонах красоты могут происходить какие-то очень странные истории. В общем, эти люди хвалят блогеров, и здорово, что они снимают такой контент. Кто-то считает наоборот, что блогеры, хэштег, совсем зажрались, мешают работать людям, отвлекают мастеров, и вообще, нахрена они тащатся в салоны красоты, потому что хотят они принести только там какой-то хаос и мракобесие. Однако, есть множество видео с проверками в салонах, где весь персонал забивал на своих клиентов, лишь бы насолить блогеру. Например, как тут, где в салоне было принято решение включить сирену, и это в разгар рабочего дня. Ну, чтобы блогеру было некомфортно снимать. А клиенты, те, кто приносит тебе деньги, да, пофиг на них. Ставлю человека в его среде, любимый. Как вы видите, мы пытаемся закрыть дверь, а сотрудница салона снова ее открывает. Это, мягко говоря, странно, потому что очевидно, что звук сигнализации я приглушила для вас в монтаже. А там в течение, внимание, четырех часов в сумме, писк пронзал уши клиентов. Но ведь сотрудникам салона было так важно навредить именно блогерам, что они вредили всем абсолютно. Вы видели, да, типа люди, клиенты заходят, жалуются, а она просто открывает, чтобы у всех уши закладывала. Давайте разберемся, чего ради, в принципе, блогеры снимают подобные видео. Кто на самом деле в данных видеороликах страдает больше всего и главный вопрос, зачем? Пошли вон отсюда! Пошли вон отсюда! Уберите камеру от моего лица! Убери свою руку от моего лица! Мы вызвали полицию! Убери! Вот тебя пахнет, почему ты не моешься, девочка? Хорошо. Я понимаю, что нужна ринопластика очень сильно. Хорошо, спасибо большое. Вам нужна работа. Я не спрашивала. Нет, били по носу, что ли? Почему только у нас изуродованы? Меня зовут Лиса и это айсберг салонов красоты. Давайте посмотрим, что там на дне. Давайте начнем с того, что раньше я тоже снимала эту рубрику, но потом я резко прекратила это делать. В чем же дело на самом деле? В чем дело на самом деле? Ну да, это оговорка и что вы не сделаете. Почему одна из самых заходящих рубрик на моем канале резко закончилась? Все просто. Потому что все плохо. Небольшая предыстория. Снимать эти видео я начала с моей подругой Лианой. Однако, после того, как в течение пары лет мы походили по дорогим и по дешевым салонам и увидели, что во многих местах происходит, нам казалось, что мы уже готовы ко всему. Однако гнойники, которые словила Лиана от некачественной косметики, стали точкой в этой истории. И что самое страшное, прыщи это то, что называется еще легко отделались. Мы отлично провели время в съемке салонов, но рисковать здоровьем человека, который важная часть этой рубрики, я больше не могу себе позволить. Просто вся же фишка проверок салонов в том, ну для меня всегда была, когда мы с тобой снимали, что это незаметный процесс. То есть ты приходишь как будто как обычный клиент и незаметно снимаешь, что происходит, если ты обычный клиент. Последний раз, когда мы с лицей ходили и снимали проверку салонов, еще когда у меня был макияж на лице, я заметила, что появились какие-то высыпания. Я сразу смыла этот макияж и после этого еще неделю лечила прыщи на лице. За эти пару лет, что мы снимали эти видео, было немало кренжа. Но самое страшное, что если мы были в момент рассвета этой рубрики, то сейчас на ее заре ситуация гораздо хуже. Убери от меня свои руки. У меня нормально лицо? Мне больно капец просто. Я не хочу, даже нормально горит все. Я могу доехать в травму и... У меня есть синяк? У тебя здесь вообще такая хрень от ногтев. Я их в три дня была... Я же написала заявление на нападение, правильно? Мы должны придать. Давайте вместе разберемся, почему такая реакция становится повсеместной. И что скрывают в таких салонах. Вас снимаю, вас не будут обслуживать, пока вы держите телефон. А что еще мне держать нельзя? Я могу милицию вызвать. Вызывайте? Если все закончено. Вызывайте? Хорошо, сидите без милиции. А услуга, я так понимаю, вы мне оказываете... Я же еще? Нет, вы услугам не будете? Я же еще. Вы, конечно же, можете вызвать милицию. Давайте я вам просто расскажу, чем это все закончится. Вы можете вызвать сейчас милицию, которой у нас нет. Милиции у нас нет. Но вы про полицию имеете в виду? Вы приобретаетесь к салону? Я вам объясню. Я должна вызывать полицию. Это управляющий премиум салона красоты. Еще и закрыли дверь. Заперли, скорее всего, так. Друзья, вот я сижу сейчас в премиум салоне красоты. Здесь макияж стоит 12 тысяч рублей. А знаете что? Вы же наверняка сами это заметили. Заметили то, насколько проверки салонов стали жестче. Хотя в большинстве случаев блогеры ничего такого не делают. Но к ним априори уже негативно настроены. Если посмотреть на то, что в открытом доступе, то можно найти массу информации, что у мастеров маникюра даже не спрашивают медкнижку. И то, что у мастеров нет даже обучения. И если все это сложить, то как будто бы становится логично, что чем больше задают блогеры вопросов, тем неудобнее становится скрывать эти вводные данные. Такой вот кабинетик здесь, конечно, это не предусмотренное место, чтобы сделать макияж. Принтер здесь, какие-то личные предметы, вообще непонятно, которые не относятся к работе, собственно, вообще. Компьютер. Это косметологический кабинет. Но самый главный шедевр – это вопросы о сроках годности продуктов. И вот такая реакция на них. Продается, да, у вас? Это вы ценники, да, получается, клеите? Да, да. И здесь срок указан. Так, срок годности, да, вам нужен? Угу. Там просто написано, указано на упаковке, но я не вижу, где. Вот здесь. Это нет, это не напоминаю. А какой срок-то? Тут просто, вот видите, вывалилась с ценником тоже. Просто срок какой. Здравствуйте, я прошу прощения, у нас нельзя снимать. Почему? Не разрешают. Это мое собственное, свое собственное помещение. А, вы хозяйка, да? Я не хозяйка, я просто запрещаю вам. Что было вам вечером? До свидания. Извините, я к вам на услугу записывала. Извините, мы отказываемся вам. Почему? Ну, потому что вы меня снимаете лично, я хотела что-то смотреть. Пожалуйста, вы мое лицо не сняли. Не надо меня трогать. Девушка, вы сняли мое лицо. Что происходит? Вы не имеете права снимать мое лицо. Успокойтесь, пожалуйста. Все же приветливо успокойтесь. Я просто вопрос задаю по сроку годности. Девушка, вы не имеете права, зачем вы снимаете мое лицо? А зачем вы снимаете мое лицо? А зачем вы снимаете мое лицо? И если еще пару лет назад все было на уровне, фу, какой кривой маникюр вы мне сделали. Ну что-то как-то, если честно, мне прям вот вообще не нравится. Как-то оно выглядит прям, ну очень неаккуратно, из кучи пробелов, ну то есть, типа, как-то прям совсем не очень. То сейчас блогеры задают вопросы, ответы на которые салоны давать не хотят. Как вы думаете, как должно проходить собеседование, когда какой-то мастер устраивается в салон красоты? Как себе это представляю я? Первое, мастер находит вакансию. Второе, связывается с салоном и идет на собеседование. Третье, демонстрирует свои навыки и показывает документы. Четвертое, если все ок, проходит специальный срок и дальше уже работает. А потом я нахожу на ютубе огромное количество вот такого плана видео. И это пугает. Это был салон, где, скажем так, мои дипломы никто не смотрел. Мне поверили на слово, что у меня есть дипломы. Собеседование наше длилось минут пять. Пять минут длилось собеседование. Никакого тебе тестового маникюра. Даже у меня не посмотрели фото моих работ. Единственное, она сидела вот с тетрадочкой и меня спрашивала, какой у вас опыт работы, что вы умеете делать. Эти вопросы были, знаете, из разряда, умеете ли вы клеить стразики, умеете ли вы делать френч или вообще пилить ногти. Потом у меня был второй салон, ну вы знаете, да, там был очень печальный опыт. Но начальницы не было, но хозяйки салона. И меня никто даже не смотрел дипломы. Никто не смотрел мою медкнижку. Кстати, про медкнижку в первом салоне тоже не смотрели. Поверили на слово, что она у меня есть. Я, честно говоря, в эту историю более чем верю. Да и откровенно говоря, как много хороших салонов красоты было конкретно на моем канале. Спойлер немного. Вот это что? Вот это рисунок ребенка. Меня очень ужасно бомбить с того, что твое лицо было в одном гребаном метре от того, где делали педикюр. Вы сейчас прекрасно все видите, в каком состоянии кожи, все блески осыпались, все у меня на лице, у него жирный блеск. Вот эта вот штучка не очень хорошо расширена. И тут я думаю, что нам следует задать вопрос к тем, кто смотрит это видео, кто действительно устраивался в своей жизни в салоне красоты. Расскажите о том, как проходило ваше собеседование и как вообще вас взяли на работу. Еще раз! Вы никто! Уберите камеру! Уберите камеру! Ты что, больная? Кто разрушил? Закрой! Ты кто-то так? Ты кто такая? Уважаемые подписчики, все на вас. Я решила поговорить с Молотовой и узнала у нее ответы на вопросы, которые часто встречала в комментариях. Что происходит с салонами после того, как на них сняли обзор? Это зависит от самого салона красоты, потому что там все-таки работают люди, и люди все разные. Бывает такое, что люди смотрят на свое поведение со стороны и такие, о боже, нам нужно это срочно исправлять, стараются как-то сгладить ситуацию. Конечно, это в меньшем проценте случаев, но бывают в большем проценте и такие люди, которые идут на конфликт после выхода ролика. Есть те, кто пытается наслать проклятие. Аршенко! 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 Да, мне тоже весело. Слушай, блядь, тебе прям ебан накуплю. Зачем? Потому что ты овца тупорыла. Окей. Вот зачем? На меня никто никогда из этих гадалок не матерился. Это прям вообще что-то новое. Это максимальный... Ладно, это уже из другой рубрики про проверку гадалок. Давайте вместе посмотрим пару фрагментов роликов с канала Молотовой и подумаем как клиенты, не как зрители. Хотели бы мы обслуживаться в таком месте, зная, что за фотки или видео в стенах салона может последовать такая реакция? Я записалась на услугу, мне нужна конкретно полностью услуга. Мне не нужно частично выбирать. Почему? С кем? Со мной. Вы записались на клиент, но не как в блоге. Ну закон же разрешают. Не запрещаем. Лала, ну как бы давайте смывать тогда макияж или что? Сейчас он обслуживает тогда. Ну и будьте добры, сейчас будете принимать досудебную претензию от меня. А что смешного-то я не понимаю? Ничего. Приняла при распалении. Какую досудебную претензию, когда процедура не выполнена, вы за нее не оплатили. Какую досудебную претензию? Вот такую вы мне отказали в обслуживании, это административное правонарушение, вы не знаете? Нет, не знаю. Ну теперь знаете. А как назвать ситуацию, когда салон продал просрочку, а потом делает вид, что он вообще ничего не продает? И атмосфера становится такой. Доставьте мне, пожалуйста, уголок потребителя, если он у вас имеется. Спасибо. Можно ли вы на каком основании? Вам не предоставили услугу? На основании того, что я потребитель. Я к вам записана, я могу даже не быть к вам записана и попросить ознакомиться с этими документами. На ваш салон. На исполнителя. Документы исполнителя. Еще, я так понимала, здесь продается косметика. Можно, пожалуйста, декларацию соответствую на нее? Она не продается. Не продается? Еще вопросы? Вот это вот, я так понял, типа как глаза, да, я так понял? Это почет. А, они хорошие же? Ну да, вроде бы, но ты не жалуюсь. А это какое-то... Какое-то растение, я так понимаю, да? Давайте возьмем вас. Да, конечно. У вас оплаты будут карты? Да, давайте по карте. А, я краску дрожит. Спасибо. Вопросы? Да. Полицию будем вызывать? Вы продали просроченную продукцию. Уважаемая, уберите камеру. Вы уже ходите здесь, жонглируете, и это начинает меня утомлять. Уберите камеру. Камеру уберите, я сказала. Уберите камеру. Вышел отсюда! Не надо орать. Вышел! Орать на меня не надо. Вышел! Здесь находиться. Вы не клиент салона. Выйдите! Адвокат! Еще раз! Вы никто! Я распускаю. А ты почему меня снимаешь? Убери камеру. Камеру я сказала. Уберите камеру. Убери камеру. Ты что, больная? Бывает, что ролик даже еще не вышел, и в комментариях, где-нибудь там в телеграм-канале уже появляются сотрудники салона, якобы клиенты, или те, кто отрабатывают скидочки. И начинают заранее уже писать, что все это вранье, что я просто делаю контент, чтобы кому-то испортить репутацию, но по факту выходит ролик, и начинается такое вот длительное молчание. Я думаю, нам надо выдохнуть и задать второй вопрос, который звучит так. Что реально делать, если девушка спрашивает, а можно посмотреть срок годности помады, и на нее начинают как-то очень агрессивно реагировать? Ну, смотрите, здесь есть два варианта. Первый вариант, вы можете просто сделать собственные выводы, да, уйти оттуда, понять, что здесь вам на все так будут отвечать. Вы имеете полное право не получать эту услугу. И второй вариант, если вы хотите разобраться в ситуации, например, вы обнаружили действительно какое-то нарушение, не знаю, ну вот вам окей, дали какую-нибудь бутылочку с шампунем, и вы видите, что она просрочена. Здесь тоже есть несколько вариантов того, как вы можете подействовать. Вы можете как потребитель попросить, потребовать, устранить данное нарушение, предложить вам другой шампунь, а этот утилизировать. Так как у нас предусмотрено, что если потребитель запрашивает устранить правонарушение, исполнитель обязан это сделать. Но если исполнитель отказывается, вы можете обратиться в полицию. Но это, опять же, тут речь о том, что если, ну как бы ситуация, кто-то просто решит не получать услугу, а кто-то вообще согласится и от страха, да, там, отстоять себя, отстоять свое право на получение качественной услуги. Вот, и просто сядет в кресло и больше ничего не спросит. Тут все зависит лично от каждого. Извиняюсь, искренне извиняюсь. Я знаю, что это плохо и так далее. Вот. Я крайне спокойный человек сам по себе, по своей натуре. Возможно, где-то вспынет. Извините. Хорошо. Я могу забрать заявление в сотрудник полиции? Это ваше заявление. Ага. А как вы забрали? Выдавите меня. Ну, я, кстати, не на вас потерялся. Ну, все равно. Ну, я на женщине никогда. Так. В каких ситуациях вызывается полиция? Не на все заведения пишутся эти заявления, потому что бывает такое, что люди устраняют нарушения либо в момент моего присутствия в салоне, либо непосредственно в салоне изымается там какая-то некачественная продукция. Если этого не происходит, то заявление пишется, после чего, например, может прийти ответ от Роспотребнадзора, что была проведена проверка, там выдано предупреждение, что после повторного подобного попадания, да, каких-либо жалоб будут уже применяться меры. Было несколько ситуаций, когда я писала конкретно в налоговую и была действительно проведена контрольная закупка, то есть оплату провели через перевод и салон красоты получил штраф. Идем дальше, сейчас вы поймете, к чему все это было. Было ли у вас когда-нибудь такое, что вы идете в салон красоты, вам делают какую-то стрижку или окрашивание, и в самом конце после этой процедуры вам предлагают сделать, ну, как сказать, не предлагают, а скорее настаивают сделать какую-то сложную укладку. Как правило, мы сейчас с вами говорим про некие волны, неважно какой длины у вас волосы. Знаете, зачем вам это предлагают? Нет, это не комплимент. Нет, это не желание заработать на 1000 рублей больше, там, где укладка не входит в комплект после окрашивания или стрижки. Это в большинстве, в абсолютном большинстве своем случае, делается для того, чтобы скрыть огрехи стрижки или огрехи окрашивания. В конце процедуры частенько мастер завивает волосы. Для чего он это делает? Он это делает для того, чтобы скрыть косяки, потому что на прямых, на ровных, на вытянутых волосах всегда будет видно, где есть какие-то проплешины. А когда волосы завиты, даже вот сейчас у меня, да, я знаю прекрасно, что у меня смывается цвет неоднородный. Где-то у меня есть явные пятна, где-то они темные, где-то они светлые, но с завивкой это все выглядит менее заметно. То же самое и в парикмахерской. Они таким образом стараются скрыть свои косяки. Поэтому если вы делаете процедуру из вышеперечисленных, то просите их изначально дать вам посмотреть на себя в зеркало, спереди, сзади, сбоку, со всех сторон, на прямые вытянутые волосы. Тогда вы точно сможете посмотреть, плавно ли сделан переход, или есть какие-то проплешины, или есть какие-то неровности. Потому что уложить кудрами волосы, в принципе, каждая вторая девчонка может. Эта схема используется миллион лет, поэтому если вы хотите оценить на самом деле, как будет выглядеть ваша стрижка или ваше окрашивание, попросите мастера уложить вас так, как вы укладываете себя самостоятельно. А если вы себя вообще никак не укладываете, попросите, чтобы вам просто посушили волосы. Вот прям так, как вы сушите их себе сами. Без брашинга, без вытягиваний и все такое. Мастера, я вам лично скажу на своем опыте крайне редко, идут вам на поводу. Но в конце концов, вы кто? Вы клиент. А клиент что? Клиент всегда прав. И если я хочу посушить свои волосы без использования брашингов или накруток, я имею на это полное право. Как, кстати говоря, и каждый из вас. Поэтому берите фен, сушите волосы и оценивайте вашу стрижку и ваше окрашивание. Только так вы сможете понять наверняка. Но это, конечно же, не касается ваших постоянных мастеров, в котором вы регулярно ходите и в целом понимаете, что вам ожидать. В общем, раз видео у нас про косметику, я хочу немного побомбить. Недавно я снимала очередную проверку косметоса с Wildberries. У меня, как обычно, пришли продукты без русской маркировки и перевода. Вот эту палетку видите? Вот как она. Вообще непонятно, что это, где изготовлено, какой состав. Причем сам товар позиционирует себя как корейское, внимание, косметика, но как бы... Посмотрев через умную камеру приложения Яндекс с Алисой, я поняла, что мне опять продали не то, что я заказывала. Потому что тени китайские. И да, я уже много раз говорила, что я реально люблю китайскую косметику, но суть-то в другом. Я заказывала не китайскую косметику в один раз. А потом я пробила палетку через поиск. И я узнала, что еще эта палетка, к тому же, стоит 60 рублей. А я ее купила за 800. Чтобы не разочароваться так же, как я разочаровалась от этого заказа, очень рекомендую попробовать приложение Яндекс с Алисой. Потому что именно благодаря ему я разобралась, что за товар мне наконец-то пришел. Кстати, в приложении множество фичей для всех тех, кто ходит на учебу. Благодаря умной камере можно проверить домашнюю работу, быстро узнать ответ на свой вопрос и даже разобраться, как правильно решать уравнение. И теперь ориентироваться во огромном потоке информации стало легче и быстрее. Попробуйте Яндекс с Алисой по ссылочке в описании. Наверняка вы когда-нибудь видели эти видео. И даже если вы вдруг их не смотрели, то наверняка не могли пройти мимо этих обложек и названий. Вероятно, вы видели такие фотографии и задумывались, что же здесь происходит. Как это вообще могло произойти. Я решила задать пару вопросов на тему салона, собственно, моему стилисту по волосам. Если клиент видит, что мастер оказывает ему некачественную услугу, неважно, волосы это или маникюр, вот как клиенту лучше всего сообщить, собственно, мастеру, что он недоволен? И как должен вести себя человек, который эту услугу оказывает? Если клиент подозревает, что мастер оказывает ему некачественную услугу, никогда не грех переспросить, а что мы делаем в данный момент? А каким будет следующий этап? И так далее, и так далее. То есть быть вовлеченным в процесс. Если же очевидно, что мастер сделает совершенно не то, все, что стоит сделать, это прекратить здесь же и сейчас же, и по ситуации уже разбираться с мастером, что произошло, почему так произошло и как это можно исправить. В конечном итоге обязанность мастера некачественную работу исправить или же вернуть деньги недовольному клиенту. Да. А, например, ты приходишь в салон, у тебя вот есть вот это какое-то интуитивное чувство, что сейчас будет мясо или это всегда просто лотерея? Нет, у меня есть, бывает чувство, что здесь будет что-то не так. Определяю я это еще заранее, когда я выбираю салон, потому что я считаю, мое мнение, что трэш может произойти как и в премиальном салоне красоты, так и в эконом-салоне, но есть некоторые предвестники. Например, когда ты выбираешь салон и ты смотришь, во-первых, на состояние помещения. Бывает такое, что люди, которые владеют бизнесом в сфере бьюти, абсолютно не парятся насчет того, какие фотографии они выставляют. То есть там элементарно могут быть какие-то суперстремные работы или прям на фоне видна какая-то грязь, что место рабочее не убрано. То есть бывает прям и такое, и ты понимаешь, что, ну блин, если они такое выставляют, то что же там в реале происходит. Но мне кажется, что в принципе любой человек, который записывается на услуги, перед тем, как получить услугу, должен попросить мастера или администрацию салона ознакомить, какими материалами с ними будут работать. То есть вы вправе посмотреть сроки годности, косметики, которые вас будут красить, ознакомиться с красками, ознакомиться с сертификацией на это все, чтобы вы лично перед услугой убедились в том, что она будет предоставляться качественно, хотя бы на этом этапе. Но что, если мы попробуем копнуть дальше и пойдем на самое дно айсберга в салонах красоты? Перейдем к косметологам. Но важный дисклеймер. Я сама ходила к косметологам и буду ходить. Я ничего против косметологии не имею, ничего против пластики не имею. И я считаю, что если человек хочет, он должен идти. Но было бы славно, если бы человек еще и знал, с чем он в теории может столкнуться. Потому что, конечно же, мало кто рассказывает о том, что не все процедуры в салонах красоты, что очень на самом деле страшно, вообще предсказуемы. Сейчас я покажу вам некоторые фотографии. И, скорее всего, вы будете в ужасе. Но самое страшное заключается в том, что абсолютно любой человек может получить осложнение любого характера, даже у топовых врачей. Потому что, знаете, как говорят в медицинской среде, у каждого врача есть собственное кладбище. И осложнения, и побочки могут совсем и у любого, даже у звездного хирурга в топовой клинике в Корее произойти. Это просто факт. А теперь просто подумайте о том, что такое, да, может быть даже в хороших клиниках. А что может быть там, где врачи мракобесятся и занимаются серой косметологией? Но перед этим давайте немного истории. Большинство процедур, которые вы пойдете делать, даже если они находятся на дипком хайпе, мало лет еще прошло с момента, как их придумали делать. Поэтому никто не знает, что будет с кожей через 5 или 10 лет. А теперь перейдем к столице. Пластической хирургии и столице косметологии. Я думаю, что вы уже поняли, о какой стране идет речь. Конечно же, это Южная Корея. Южная Корея это абсолютный просто лидер в мире косметологии и в мире пластической хирургии. У них огромное количество самых дорогущих улиц заставлено пластическими хирургиями. И это абсолютно не так, как это, например, выглядит в Москве. Да, у нас тоже есть пластические центры, но, как правило, это там трех-четырехэтажные здания, которые в целом, ну, не выглядят как-то так, что у тебя захватывает дух. Когда мы уже мы с вами говорим про Южную Корею, это целая улица. Называется она, кстати, Ганам. Это все в том же самом-самом дорогом районе Сеула. Это выглядит, как вот если бы вы шли по Москве-сити, и каждое здание Москве-сити было бы пластической хирургией. И я, кстати, сейчас не преувеличиваю. Ну, может быть, только не 60 этажей, а, ну, 20-30. И целая улица 20-30 этажных огромных небоскребов, которые занимают полностью пластические хирургии. Какие-то пластические хирургии специализируются только на одном типе процедуры, какие-то на другом, третьи специализируются на всем подряд, а в четвертом вам еще и что-нибудь еще заодно сделают. И в большинстве этих пластических клиник, так как сегодня мы все-таки не про пластику, есть косметология. Обязательно при любой пластической хирургии будет крутая косметология. И есть нюанс. Вся эта косметология, хоть она и зарождается в Корее, хоть и набирает свой хайп она в Корее, она все еще экспериментальная. Потому что, ну, просто не прошло еще 10 или 2, аж 20-30 лет с момента, как придумали, ну, например, технику отбеливания кожи, к чему мы сейчас с вами возвращаемся. Очень популярная в Корее процедура, ну, которая уже вышла за пределы Кореи, это инъекции золушки. Что это такое? Это специальные капельницы, которые отбеливают твою кожу. Кстати говоря, у нас вот эти капельницы абсолютно не сертифицированы, и, насколько я знаю, в Америке и в Европе их тоже поставить себе нельзя. Ну, то есть, как бы, конечно, можно, потому что знатоки подпольные все еще существуют, но если вы пойдете в какое-нибудь реально официальное место, которое не будет вам обо что колоть, скорее всего, вам скажут, что обо что лучше не надо, потому что непонятно, что это вообще захимозная смесь. В Азии очень-очень-очень ценится суперсветлая кожа, поэтому люди действительно идут на все, в том числе колют себе вот эту вот процедуру. То, чтобы, как-то, знаете, снизить градус вот этого вот возможного ПЗД и ЛЦА, они мотивируют это тем, что это вообще полезная инъекция, и с ней все славно. Только есть нюанс. Может, это правда славно, а может быть, приведет к последствиям, которые никто не будет знать, как решить. Никто не знает. Про мужчин тоже одно время думали, что это классная история, и пользуются не только богатые. Про что только не думали, а ртуть тоже пели, и, кстати говоря, не так давно. Страшно? Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Парадокс прошлого в том, что признаки отравления, которые давали опасные вещества в косметике, часто как раз ценились. А еще косметику могли позволить себе только богатые, очень богатые. Что по идее должно означать, что уж богачей тех веков явно не должны были травить, но вышло ровно наоборот. Так было со свинцом, который входил в состав белил, а заодно делал женщин бледными, полуобморочными. И внезапно, но это тоже очень ценилось, потому что эта побочка считалась плюсом, ведь он добавлял женщине элегантности, легкости. Ну, а для самых богатых были доступны вафли с мышьяком, которые просто на 100% гарантировали ту самую эстетичную, модную загадочность, бледность и полумертвый вид. Собственно, к чему в итоге они и приводили. Ну, к кончине. Что такое процедура Биби Глоу? Биби Глоу это такая история о том, когда ты приходишь, кстати говоря, эта процедура была на хайпе где-то лет 5 назад, потом, конечно, произошел ужас, и сейчас я вам поведаю. Но для начала небольшой экскурс. Что такое Биби Глоу? Ты приходишь на процедуру для того, чтобы тебе сделали идеальный тон кожи. Это такая процедура, которая подразумевает то, что вам не придется наносить тональное средство, потому что ваша кожа всегда будет идеальна. Если в двух словах, то эта процедура буквально татуировка на все ваше лицо. И все, казалось бы, очень славно, и первое время эта процедура действительно хорошо заходила. Она сорвала огромное количество абакций и положительных отзывов, но есть нюанс. Кто делал когда-либо татуировки, в принципе, понимает, что татуировка имеет свойство выгорать, в некоторых случаях неравномерно расползаться, и туда во многом зависит от мастера, но также во многом зависит от того, что, ну, вот так вышло. А что я сделаю? Ну и что? И, собственно, складывая вместе все эти факторы, я думаю, вы можете себе предположить, что через какое-то количество времени люди начинают сталкиваться вот с такой вот ситуацией. А так как BB Glow – это процедура, которая подразумевает, ну, в общем-то, что татуировка на вашем лице, то свести ее крайне тяжело. И многие женщины до лица, они столкнулись с тем, что их кожа пятнистая. И это необратимо. Точнее, необратимо, но не у всех дорого, тяжело, долго, и руки опускаются. Возможно, на этом моменте кто-то подумает, ого, какая жесть. Но больше всего вас поразит, да и меня, в общем-то, поразило, что вся косметология – это один большой эксперимент. Эксперимент, который длится уже не первых десяток лет, не первых двадцатых лет. Все это длится еще с давних-давних-давних времен. Я думаю, вы понимаете, что этот эксперимент далеко не самый удачный. Как вы думаете, когда придумали делать инъекции в губы? Инъекции в губы впервые, ну, более-менее из исторических источников, которые можно поднять, впервые начали делать аж в 19 веке. Как вы понимаете, тогда не было гиалуроновой кислоты. И первая версия накачки губ в те времена была чья-то похожа на актуальный ныне липофилинг. То есть способ, когда у вас забирается жир и пересаживается, собственно, оттуда, где ваш жир взяли, в то место, куда он нужен. В том случае – в губы. Стоит ли отметить, что в 19 веке, конечно же, не было никаких технологий, которые позволяли бы этому жиру приживаться или даже забираться, не нанося катастрофического вреда для здоровья человека. Даже успешные, каким-то образом пересаженные вот эти вот жировые конки из зон забора губы, они, конечно же, рассасывались и рассасывались очень быстро. Тогда люди подумали и решили, что жир, наверное, не лучший вариант, хотя это было объективно самое безопасное из того, что они придумали себе закачивать. Дальше люди решают, что было бы классно закачать, например, себе парафин. Да, парафин. Свеча. Ну, не то чтобы свеча, а скорее продукт, который входит в состав практически любой свечи. Если вы спросите, как это все добавлялось в губы, парафин плавили, набирали. Вероятно, в шприц, но, может быть, куда-то еще. И, да, вкалывали человеку. Прямо в губы. Ну, или в другие зоны, которые он хотел себя добавить. Конечно же, это приносило огромное количество боли и ничего приятного, прекрасного или какого-то хорошего конца в этой ситуации у людей не было. Ну, в целом, это логично. Говорить про адскую боль или про количество побочек мы даже не будем. Правда, побочки там были очень серьезные. Например, слепота, а потом смерть. Когда мы с вами говорим про исторический экскурс, я хотела бы затронуть еще пару моментов, которые потом будут тесно перекликаться с тем, что происходит сейчас. Поэтому будьте особенно внимательны на этом моменте. И, ну, think about it 10 раз, когда вы подумаете, решите, что вы хотите пойти на какую-то новую, хайповую, которая вот вообще во всем мире делает процедуру. Потому что и профин кололи, ну, состоятельные люди тех времен, и следующие процедуры проделывало огромное количество женщин, да и мужчин тех веков. Люди капали себе глаза белодонну для блеска глаз. А свинец с уксусом использовали как отбеливающую пудру. Поэтому, когда вы смотрите на прекрасные картины прошлого, подумайте о том, что их белые лица, это результат того, что они смешивали вот эти вот два компонента и таким образом получали пудру. И пудра эта стоила очень дорого. Только вместе с тем, что ты тратил свои деньги на это потрясающее средство, на этот хит-разработку, ты вместе с этим тратил еще свое здоровье. И угасал. Но немедленно, а достаточно быстро и очень мучительно. И все это делалось во имя того, чтобы кожа казалась белой и бледной. Ведь это признак аристократии и высшего класса. Когда-то множество людей, которые отмучились в адских муках от этой супер-пудры, в моды на тот момент уже к 19 веку входит прогрессивный по тем меркам мышьяк. Он также помогал делать кожу бледной. Только из побочек у него, как в предыдущем случае, была смерть. Мышьяк предлагали наносить не только на лицо, но и принимать внутрь, постепенно увеличивая дозу. Результат справедливости ради действительно отбеливал и тело, и лицо. Только отбеливал он, как правило, это все уже навсегда. Запомните этот момент. Если кажется он вам сейчас достаточно диким, мы к этому еще вернемся. Погружимся дальше и возвращаемся в актуальное время, чтобы понять, что не так уж и много на самом деле всего изменилось. Низкоквалифицированные специалисты. Губа ушла в другую сторону. Я была в таком шоке, что это... Вам не описать слова. Виктория моментально среагировала и написала гневное сообщение, так как трубки мастер не брала. Багира ответила и предложила оплывшей Берниковой делать горячие компрессы из ромашки, чередуя их с массажами. Это все временно. Один день и все отпустит. И не забывай витамины калий еще 10 дней. Она мне посоветовала делать примочки из чая, пойти в солярий, сходить в баню. Косметология – это огромная сфера. И это сфера с огромными деньгами, как для производителей косметики, так и для косметологов, и для продавцов услуг. Самое страшное, что все эти горе-мастера зачастую, правда, не знают, как исправить ситуацию, которая сложилась с клиентом. Огромное количество побочек и огромное количество мастеров, которые, правда, не знают, что с этим делать. В моей жизни были случаи, когда люди, казалось бы, даже в дорогих, хороших салонах разводили руками и говорили «А ой, мы не знаем, что делать». И это было и со мной, и с моими близкими, и с близкими моих близких. То есть, эта история, которая не единичная, она на самом деле очень масштабная. Более того, я абсолютно уверена, что если это видео смотрят люди, которые регулярно посещают косметологов, они могут рассказать свои истории. Если вы можете поделиться, я и другие зрители, которые будут читать комментарии, я уверена, что под этим видео будет много комментариев, которые захочется почитать, будут вам бесконечно признательны. Я все еще напоминаю, что у нас был дисплеймер, и я все еще не против. Я просто рассказываю вам о том, что действительно не все так просто, как кажется. И зачастую даже самый классный мастер, самый классный салон, самая распиаренная, там, 5 миллионов тысяч звезд, местечко, оно, ну, в принципе, может вам, конечно, гарантировать какой-то процент того, что вы прям совсем в жопу не попадете, но в целом вы можете в нее попасть. И, ну, да, можете, просто можете. Поэтому искалеченные лица и порушенные жизни, в том числе и летально, справедливо отправляются на дно этого айсберга. Давайте вернемся к салонам блогеров. Халатная безалаберность, отсутствие этики, отсутствие уголка потребителя. Я думаю, вы все это прекрасно много раз видели. И в контенте блогеров, и в салонах, которые вы, возможно, даже ходили. Если вы вдруг думаете, что блогеры совсем задолбали бедных мастеров, совсем уже не дают жить салонам красоты, и поэтому достаточно справедливо, что мастера начинают вести себя, откровенно говоря, неэтично, откровенно говоря, криминально, и не внушаются не тем, чтобы просто повысить голос, так не внушаются тем, чтобы применить какую-то физическую силу в адрес человека, который пошел снимать контент. Все пошло дальше. Когда салону или мастеру есть что скрывать, будь вы блогер, или будь вы журналист с федерального канала, результат будет совершенно одинаковый. Моя репутация подтверждена всеми печатями и всеми сертификатами. А какими печатями? Как увидеть ваши сертификаты, печати и образование? На этот вопрос у Ольги Багиры ответа не было. В кабинете появилась ее коллега, доктор Патриция. У вас есть высшее медицинское образование? Пожалуйста, выйдите. Ну, подождите. Скажите, у вас есть образование? Или вы тоже просто полите в губы? Патриция решила не сдавать без боя сведений о своей квалификации. Вы просто покажите свои дипломы. Я вам всего не должна. Вы приезжайте, я вам покажу все. Мы потребители. Мы приехали. Мы приехали. Мы приехали. Приезжайте с проверкой. Вы врач? Вы врач? Вы врач? Вы врач? Патриция, как и Багира, арендовали здесь рабочее место. Что вы делаете? Да что вы делаете? Что вы делаете? Мы задаем вопрос человеку в белом фаллоте, который утверждает, что он косметолог. Вы придете, я вам все покажу. Мы пришли. Покажите, пожалуйста, свой диплом. Не сейчас. Придете с проверкой. Покажу. А что вы хотите? Мы хотим увидеть ваш диплом. Как это знакомо выглядит для зрителей трэш-фаллонов, правда? А теперь погружаемся ниже. Серая косметология. Когда мы с вами говорим про низкоквалифицированных специалистов, это уже огромная проблема. А что, если я скажу вам о том, что есть такая коста людей, которые входят в понятие серой косметологии не только в нашей стране, но и сильно за ее пределами, потому что это явление повсеместное. Это буквально люди, самоучки. Зачастую они могут даже не иметь определенного профильного образования, который занимается тем, что придумывают свои авторские методики. И авторские методики зачастую ведут к непоправимым последствиям для здоровья. Во время операции он курит, вместо наркоза дает спиртное, а правил стерильности для него не существует. При этом он не просто оперирует, но еще и обучает. И авторские методики зачастую ведут к непоправимым последствиям для здоровья. Некрозам, аллергическим реакциям, вплоть до каких-то отеков клинке и последующим уже летальным исходам. И всевозможным вот таким вот очень жестким историям. Ну, прям совсем печальные виды изменения с лицом. Даже, возможно, какие-то лицевые параличи, которые необратимы. Таких косметологов очень много. Чем чаще люди будут говорить, что он варвар и убийца, то тем больше людей к нему будет приходить на вася классы, поэтому хайп – это наше дело. И это огромная проблема. Поэтому миллион раз подумайте, прежде чем пойти на какую-нибудь процедуру, о том, куда вы идете, зачем вы идете. В рамках этого видео невозможно не затронуть амбассадора серой косметологии Брауда и его последователей. 36-летний блогер-косметолог гордо заявляет, не имея медицинского образования, он построил бизнес-империю на своих авторских методиках, обучает таких же людей с улицы. Я ни одного в жизни дня не проработал косметологом, то есть я с первого дня обучал. Которого недавно вывела на чистую воду Екатерина Конусова, за что получила тонну хейта, но мы к этому еще вернемся. Ситуация с Брауда дошла до таких масштабов, что даже первый канал сделал про этот репортаж. А концептом серой косметологии заинтересовался СКР, Следственный комитет России. Пациентка с сигаретой делает затяжку, врачи – подтяжку лица. Под конец пластической операции задымили все. Режи его. Подпишите там, мне кажется, у них там сейчас инфарктный атака. Когда мы с вами говорим про секту Брауда, на которую недавно Екатерина Конусова делала огромное разоблачение и расследование. Можно умереть прямо сейчас. А самое главное, как можно обучаться у человека, у которого нет медицинского образования? Они же не медицине обучаются, а как деньги зарабатывают. А деньги у меня есть. И честно признаюсь, меня мало что удивляет уже в этой жизни. Но то видео и меня, и всех моих знакомых, с кем я обсуждала данный контент, повергло в настоящий ужас. Я даже не знаю, как описать дорогой дневник всю ту боль, что я испытала при просмотре. Вот я приду на нити какой-нибудь девочке, которая вот сегодня здесь обучилась. Она обучилась один день и потом пошла колоть это за деньги. Какая у меня есть гарантия того, что она знает анатомию, что она там не повредит мне нерв, когда будет вводить. Я всегда, честно говоря, никаких гарантий. Никаких гарантий. Вот можно умереть прямо сейчас. И страшит меня в этой ситуации не столько сам Брауде, потому что мир знает много страшных историй, сколько огромное количество людей, которые по своей неопытностью или незнанию, или банальной лени. А возможно, они жертвы маркетинга, которые не смогли изучить вопрос того, куда они идут и зачем, подвергли свою жизнь, здоровье и внешность колоссальному риску. Ну, а это если в двух словах конкретно про секту Брауда. Чем же вообще характерна еще серая косметология, в которую, к сожалению, может попасть каждая? И не просто так она у нас находится на самой глубине этого айсберга. Это история о том, что мастера может не быть медицинского образования вообще. Какого мастера? У херастера? Не может быть медицинского образования вообще. Или может быть липовый фейковый диплом, который он купил где-нибудь там. И этот человек может банально не уметь оказывать вам услугу. И ладно, если он вам эту услугу оказывает, окей, допустим, он там методом интуиции понимает, где губа, где щека. Ну, предположим, человек знаток анатомии. Но проблема в том, что если пойдут осложнения, то здесь человек может просто вас не спасти. Или осложнения могут пойти настолько глубоко, настолько далеко, что начнется, например, некроз тканей. Это, например, когда вот так. Вы, конечно, той же иголкой, Таня, да? Конечно. Гепатитной. Или же вколоть специальное средство, которое растворяет последствия гиалуроновой кислоты, это, например, когда мы хотим сдать губы лангидазу, то она может съесть вместе с филлером еще и ткани кожи. И потом этот результат становится необратимым. И только при помощи огромного количества липофилинга, при помощи очень-очень-очень-очень-очень-очень рамотных пластических хирургов и очень большом количестве денег, конечно же, можно хоть как-то плюс-минус привести свое лицо в исходное состояние. Поэтому, когда вы идете на процедуру, все-таки действительно лучше поспрашивать о том, есть ли у детей сертификаты или нет. И отвечая на вопрос, зачем же блогеры снимают эти видео и как к этому относиться, мне кажется, ответ должен быть однозначный. Здорово, когда люди снимают видео и показывают то, какие салоны могут быть на самом деле. Ну, а куда ходить, конечно же, решать вам. 50 тысяч за снятие приворота. 40 тысяч, чтобы снять с себя венец безбрачия. 9 тысяч рублей за консультацию. Меня зовут Лиса, и я приветствую вас. Проверку экстрасенсов.